Ща я вам тут покажу, как сделать снеговичок за полдвижения. Берем ирис. Берем носок. А, рис-носок. Тын-тын. Припердоливаем корыто. Или шапку. И снеговик почти готов. Делаем глазки-нос. И украшаем по желанию. И снеговик готов. И вот такая прелесть еще долго будет радовать ваш глаз. Но это не точно. Приветствую всех. Как вы догадались, мы будем делать в этом видео снеговичок. И основные составляющие это у нас носок и рис. Дополнительно нам понадобятся такие вот резиночки. И разные безделушки, чтобы украсить наш снеговичок. Резинки мы можем заменить ниточками. И вот такие вот булавочки, чтобы сделать глазки и ротик. И носик нашему снеговичку. Если нет таких булавочек, вы можете заменить их бисером или маленькими бусинками. Итак, приступим. Носочки желательно взять новые, а не поношенные. И мы отрежем нам нужную часть носка, чтобы создать снеговичок. Примерно отрежем вот столечко. И на снеговик пойдет эта часть. Теперь мы будем сюда засыпать рис. Так. Чтобы было удобнее засыпать носок в рис, я его в такой стаканчик ставлю. И начинаю засыпать. Такой мешочек у нас получается. Одного стаканчика такого будет мало. Нам надо еще риса. Засыпаем еще рис. Два стаканчика мало. Еще засыпаем примерно полстакана риса. Так вот трамбуем, смотрим. Чтобы была такая не сильно плотная, но и чтобы держала форму. Так. Еще чуть-чуть буквально засыпем. Думаю, будет достаточно. Теперь берем резиночку. И вверху мы резиночкой так вот завязываем. Получается у нас такой пимпик сверху. Берем следующую резиночку. И формируем туловище и голову нашему снеговику. Если у вас нет такой резиночки, берите нитки, просите, чтобы вам кто-то помог держал вашего будущего снеговичка. Вы будете ниточкой обматывать верхушку и формировать туловище снеговичку. Вот такой у нас получился уже снеговичок. И продолжим дальше его создавать. Этому снеговичку я решила сделать вот такой вот носик. Тоже с помощью резинки. Сможно это даже будет типа гномик, либо снеговичок с таким вот носиком. Как я сделала эту пимпочку, сейчас вам покажу. Берем, вот так вот вытягиваем, формируем носик, кусочек носка с рисом вот так вот захватываем и формируем носик с темой вот так вот резиночкой захватываем, закрепляем. И вот такой вот носик у нас получился. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Заберем уже у готового снеговичка шапочку, оденем, так вот натянем. О, смотрите, как здорово. Смотрится очень миленько, симпатичненько. Давайте же дальше будем его украшать. Глазки этому снеговичку я делать не буду, так как шапка будет натянута по самый нос. Мы сделаем шарфик. Здесь пуговички из бусинок. И посмотрим, чем еще его можно будет украсить. Так, как я буду делать шарфик. Мне хочется, чтобы этот розовый цвет присутствовал в снеговике. Да, так как шапочка, верхушка закроется. Вот, и розового цвета будет очень мало. Я беру из оставшегося носка вот эту розовую полосочку, вырезаю. Вот, вырезала. И теперь я вот так вот делаю ему красоту. Подправляю. Убираю. Что-то нам не надо. И оно закроет и резиночку, которая будет уже не видна. Да, так она некрасиво бы вот так вот тут смотрелась. А мы ее закрываем таким образом. Вы можете отрезать любой кусок ткани. Брать, допустим, белый носок и формировать снеговичок. Найти где-то красную ткань и сделать красивый красный шарфик. Ну, я делаю чисто из носков. Поэтому все, что остается от них, я тоже пускаю на формирование снеговичка. Такой вот интересный шарфик у нас получился. Естественно, чем-то там еще я его украшу. Так, здесь у нас шапочка. Такие горнюни получаются. То ли снеговик, то ли гномик. Давайте посмотрим, как будут плясать эти бусинки здесь. В качестве пуговиц. Можно еще так вот его украсить. И вот так вот украсить. Сейчас мы посмотрим, как оно будет у нас плясать это все. В общем, я решила, чтобы еще симпатичнее он смотрелся. Я отрезала еще такой кусочек носочка уже фиолетового цвета. И вот так вот решила сделать. Такой будет шарфик нашего снеговичка. Бляха. И вот так вот получается у нас снеговичок с шарфиком. Таким вот двойным шапочкой. Такой вот носик чудесненький, хорошенький носик. Теперь я хочу вот эти пуговички сюда приклеить. И, наверное, еще шапочку украсить этими пуговичками. Я их отрезаю. И сейчас я буду их сажать на клей. Я приклеиваю горячим клеем, горячим пистолетом. Можно брать любой другой клей. Клей-момент. Хороший, да? Вот. И приклеивать. Если у вас не бусинки такие, как у меня, а пуговички, вы можете их пришить, как вариант. И пока греется клей, я покажу, как сделать такую шапочку. Так как наш снеговичок, который был сделан за полдвижения, остался без шапочки, надо же сделать для него шапочку. Мы берем оставшийся носок со второго снеговичка. Вот он. И формируем из него шапочку. Такими нехитрыми движениями подворачиваем все. Натягиваем ему на голову, снеговичку нашему красивому. А вот тут формируем такой вот пучок. Берем резиночку, либо ниточку. И затягиваем. Втягиваем хорошенечко. Так. Такой у нас пимпик получается. Балабонечек такой. Все. И эту прелесть одеваем нашему снеговичку на голову. Все такой вот кроха симпатичный у нас получился. Тоже можем сделать шарфик нашему снеговичку. Так вот сзади выглядит шапочка. Глазки и носик этому снеговичку я делала из таких булавок. Вот так вот легко достается. И назад. Чполь. И все. Готово. Тоже присматриваемся, что же ему пойдет вместо шарфика. Можно вот такие бусы нацепить на этого снеговичка. Или еще придумать, из какого носка сделать ему шарф. Так. Отъезжаем в сторону. И продолжаем работать с этим снеговичком. Клей уже горячий. И я начну приклеивать бусинки. Соблинки спускаю. Тек. Вот так. Раз бусинка. И два бусинка. Там, где она достала. Ой, отпала. Все. Прилепили. О, какая уже красота. Сейчас тут сверху три бусинки сделаю для украшения. Их вместе приклею. Э-раз. Э-два. И три. Так. Ниточки от клея убираю. Все. Такая красота получается. Теперь мы подклеим все места, которые могут отвалиться, развалиться. В общем, закрепляем клеем шапочку. Чтоб она сидела на месте. Но это не обязательно. Если вы хотите, чтобы он разбирался, можете и не закреплять клеем. А можете и закрепить, чтоб все сидело на месте. Вот такая красотень. Вот такие два снеговичка у нас получились. Очень миленькие, потешные. Прикольные. Мне понравилось. Такие потешные снеговички у меня получились. Так что пробуйте, экспериментируйте. Пишите, что у вас получилось. Если вам было полезно это видео и понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, красиво. Пополняю свой новогодний уголок я. Дальше буду делать новогодние подсвечники. Тоже из того, что есть у меня. Вот такая красота. Такие миленькие. Прикольненькие снеговички. Тут видно братик постарше, этот поменьше. Может, это мальчик, это девочка. Такая прелесть. Красота. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»